Полуфинальная игра чемпионата городского округа Щелково по футболу проходила в универсальном спорткомплексе Подмосковья на поле с искусственным покрытием. Встречались игроки из команды Рековери в синих футболках и из Спартака, а не в красных. Победа синим нужна была не только для взятия второго места в первенстве, еще появлялась возможность выйти в чемпионы. В начале месяца игроки Рековери на последних минутах поединка с лидером состязаний команды «Заряд» сумели забить победный мяч, но по очкам у них сохраняется отставание. И теперь, если удача улыбнется спортсменам из Рековери, то их команда сможет претендовать на золото в самом массовом первенстве Щелково по футболу. У нас несколько дивизионов, самый сильный как раз сейчас за моей спиной проходит. Это первый дивизион. На протяжении 13 сезонов мы выявляем чемпиона, который в дальнейшем представляет город на чемпионате Московской области, Лиге чемпионов Союза ЛФЛ Московской области. В первые 30 минутки этого матча повели в счете футболисты из Рековери. На второй период они вышли со счетом 3-1, а затем целой серией стремительных атак раз за разом стали увеличивать разрыв. Спартаковцы, правда, оборонялись поначалу очень эффективно и даже забили ответный гол, но к концу матча все-таки счет был почти разгромным. 8-2. Команда Рековери вышла из этой решающей для них встречи с огромными шансами не только занять второе место, но и в случае потери очков лидерам чемпионата, командой Заря даже подняться на первую ступень пьедестала. Мы посмотрели, как играют основные претенденты на золото. У команды Центр подготовки космонавтов футболисты из Зари выиграли 4-2. Но надежды на спортивную удачу у игроков Рековери пока остаются. Старались, но, к сожалению, в первом круге много очков растеряли. Сейчас не все уже зависит от нас, еще раз повторюсь. Поэтому будем надеяться, что Заря пропустит вперед, очки потеряет. Первенство городского округа по футболу будет продолжаться и дальше в этом месяце. Чемпионат каждый год проводится как открытый. В нем на этот раз принимают участие помимо команд из Щелково соперники из соседних округов, из Фрязино, из Авантеевки, из Пушкина. Всего в чемпионате играют 14 команд. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.